Прям еще 5 человек распевали. Как-то по голове сверли. Мне кажется, его вообще не видно. И брови по-разному они смотрятся. Похоже на ленивца. Всем привет, друзья! Меня зовут Ники Макалин. И сегодня я иду в салон красоты, где тематический макияж стоит 4000 рублей. При записи на вечерний макияж салон у меня спросил, вы хотите вечерний макияж или тематический? И предложил вот такой вариант макияжа. Макияж мне понравился, поэтому я выбрала тематический. К тому же, если салон сам предлагает, собственно, варианты макияжа, я всегда считаю, что это круто. Потому что это значит, что они, скорее всего, эти макияжи делают, умеют делать. И плюс ко всему предлагают какие-то варианты выбора. Ну, знаете, типа, как приходишь в магазин, и у тебя на выбор есть вот это, есть вот это. То есть ты не тыкаешь пальцем в небо. И это всегда круто, когда салон проявляет какую-то креативность. И раз уж он сам предложил такой макияж, я подумала, что да, будем делать тематический макияж, который стоит дороже. Поэтому посмотрим, насколько хорошо получится. Ну, а вы обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если все еще не подписаны, чтобы не пропускать мои новые видео. А теперь погнали в салон. Здравствуйте. Это макияж? Да. Да, ничего страшного. Куда походить? Замечательно. Как вещи? Давайте сюда. Вас зовут? Анастасия. Очень приятно. Рита. Взаимно. Так, макияж вы знаете, какой делать, да? Ну, мы примерно, да, делаем, то есть, ну, с вот эти двойные стрелочки или... Ну, вы же скажите свои пожелания, пусть я через веку общаюсь. Ага. Вот, да. Так, сейчас я посмотрю, что там у нас вообще было. Ну, да, стрелочки. Ресницы, единственное, я думаю, что свои хорошенечко прокрасить, потому что у меня ламинирование. Остальное все так, да. Смотрите, тут тени тоже идут прям до брови. Мы цвет делаем до брови или поменьше хочется вот эту форму? Да нет, нормально. Нормально, да? Реснички, в принципе, можно, если хотите, мы посмотрим, прокрасим, как они будут. Да, если не будет хватать, то их добавить, да? Можно зачки, да, сделать еще. Активно, посмотрелось. На сколько у вас будет сегодня мероприятие? А где-то, да. А что это такое? Это спрей. Да, он фиксирующий, увлажняющий, до, после, во время, да. Там вот есть стрелочки такие внутренние, мы их сможем сделать, да? Внутренние, какими, или лишние, а, вот сюда, да. А по времени сориентируете меня? Я думаю, что час. Угу. У вас время я... Не, ну, час, час пятнадцать, час двадцать. Вот, как-то так. Сейчас кожу подготовим. Как у вас течение? Я уже себе веду. Тазона? Угу. Я поснимаю. Хорошо. Тазона жирнится. Прям буквально через два часа сейчас, когда жарко. Угу. Хотя, на правом, и здесь участка, но сухая кожа. Ну, мы локально проработаем, уже ближе в конце макияжа, это зону, я еще раз проработаю легкой пудрой, имитирующей. Угу. Учитывая, что у вас вечерние мероприятия. Это все подержится. Кожа сейчас комфортна по увлажнению? По ощущениям? Да, а что это был за крем? Мы с вами сначала проработали тоником, стеллаудер, потом скрейм и мак, сыворотка вокруг глаз и крем тоже от стеллаудер. Угу. Мы сейчас делаем тон, но мы в конце еще с вами проработаем, потому что я сделаю пока первый слой, потом придем глаза бровям и уже доделаем коррекцию. А брови, наверное, как по насыщению, плотнее. Насыщенные, графичные. Патя открытая? Да, но мы не будем делать, чтобы не пачкать одежду, у меня там еще сверху будет накидка. Угу. Хорошо. Он плотнее можно. Угу. Ну, то есть не ориентироваться на мою повседневную жизнь. Ну, мы сделаем его достаточно стойким, то есть он у нас в любом случае придержится. Угу. Я бы не хотела там какой-то слишком плотный, насколько он плотный, то есть кожа будет такая достаточно естественная, но проработанная. То есть там не будет никаких моментов, дефектов, которые хочется перекрыть или еще что-то. А, ну, это самое главное. Угу. А то обычно там покраснение какой-то, островочек остается, еще чего-нибудь. По зерту, мы еще наработаем, просто не люблю делать, объясняю почему, уже цельный, такой более тонкий слой, потому что когда добавляем другие слои, то уже смотрится тяжело, даже, допустим, на фото или на какой-то вечеринке, вот это уже все равно по-другому. Вот поэтому с учетом того, что еще локальная проработка будет, все будет выглядеть хорошо. А фотографии будут со вспышкой? Ну, конечно. Нормально. Ну, покалывает, да. Вроде бы центр, но пока сюда шла, там столько этих алкашей было по дороге. Честно говоря, не нравится. Здорово. Прям он спит там с бутылкой, и там еще пять человек распивают, ужасно. Стульчики удобные, здесь и спинка есть, и при этом высоко, и он не шатается. Не шатается, да, я еще хотела сказать, что это правда. А они целый день так будут сверлить? Нет, нет. Нет, нет. Я покажала основу. Я покажала основу. Потом это все усилие. И здесь, с учетом того, что неподвижное векло у вас позволяет по форме сделать более активную стрелочку, и с учетом того, что здесь она такая прям достаточно задранная, но за счет тейков стали всего. А там нет, я смотрела. Вот эти, имеете ввиду, приклеенные штуки. Да, что они немножко. Вот, поэтому я предлагаю сделать вот примерно вот так по направлению. Вам видно ли? Да я вижу, да. Маленькое зеркало. Нет, вижу. Вот. То есть мы выше, мы задираетесь еще больше. Я считаю, что это более активно. Вы имеете ввиду выше вот так? Сюда? Сюда. Либо нижнее, наоборот, заваливать. Я считаю, что... Ну, сейчас она, конечно, будет еще активнее по направлению. Показала. Ага. Я бы вот остановилась на такой форме. Украшение у вас будет в серебре? Да, я комбинирую вообще хоть как. А там окошко, может, тоже закрыла? А то же как-то по голове сверли. Ну, хотя бы пыль не летит. Это я уже чувствую. Ну, что, дитяка, лучше попить? Нет. Пусть пойдут по коре. Мне сказали, вечерние или тематические. Ой, скинули фотку. А вечерние 3 500 это что под собой подразумевает? Вечерние. Ну, здесь, видите, чуть сложнее схема, чуть-чуть подольше по времени. И вечерние он тоже разный. Там, может быть, допустим, акцент кто-то делает просто на пучки ресниц и красные губы, например. То есть в зависимости от уже пожелания клиента. Но в любом случае там и там делается более детальная проработка кожи, чтобы это было устойчиво. Вот. Единственное, что в зависимости от схемы и сложности макияжа. Макияжа. Угу. Ага. Макияжа любит. На вашем лице можно больше рисовать и рисовать. Разные чаще всего. От такого плана или вообще всегда по-разному? Разные. Яркие люблю. Можем центральный, но там достаточно такой тоже сияющий оттенок. То есть добавим чуть больше блеска. Но стрелочка там еще вылезет. Не против, да? Так. Сейчас определимся с нижней стрелочкой. Я прорисую форму. Смотрите, как у него анонимается или нет. И уже более насыщен. Берись у него глаза. И когда покрасим ресницы, тоже посмотрим, насколько достаточно или нет. Угу. И смотрите, там в центре можно сделать, полностью слизистым прорисовать. Ну вот как здесь, да? Либо оставить... Ну вот здесь вот такое ощущение, что немножечко вот этот угол, он все-таки светлый. Вот. Либо можем полностью сделать вот здесь вот слизистым. Не знаю, как лучше. Я бы уголок, наверное, все-таки оставила. Учитывая, что она такая двойная у нас. А все остальное я бы прокрасила. Угу. Вот через складочку вот сюда. Либо еще чуть ниже вот сюда. А вам как кажется лучше будет? Я бы вот по примеру. Ну то есть я бы не уводилась сильнее. Среднее давайте сделаем. Хорошо. Договорились. Карандаш стойкий. То есть он не слишком? Что это за карандаш, кстати? Карандаш тоже стиллаудер. Он стойкий. Но, вы видите, делается на основу. Сейчас я еще поработаю тенями подводкой. По поводу стойкости не переживайте. Плюс я зафиксирую. Стреем. Макияж. В течение макияжа тоже буду наносить его. Тривически буду предупреждать. Никогда хорошо. И консилер водостойкий. Да? Мак. Вот это, да, направление? Да. Я думаю, нормально. Все, тогда усиливаем. Я наслаиваю. Ну, единственное, кажется, здесь чуть-чуть она органичнее смотрится, чем здесь. Как будто она длиннее и пониже, да? Мы ее чуть-чуть. Она не сильно ниже, она просто подлиннее. Да, вот здесь, видите, вот сюда уходит. Мы можем здесь чуть-чуть вытянуть. И тогда будем. Самая долгая часть макияжа глаз. Да. Стреем. У нас меньше времени. Не поняла. Нет, я имею в виду, что самая длительная такая проработка – это глаза. Все остальные части там быстрее. Время не мало. Угу. Укладывается вот к чему. Угу. Угу. Я бы, конечно, сильно графично не делала, насколько он комфортный. Или хочется прям почетче формы. Ну, здесь хотя бы почетче. Здесь у нас все время. Угу. Ну, начиная от. Угу. Угу. Пучки в итоге будем добавлять? Как вам по ощущениям? Я думаю, что можно несколько в уголочек. Угу. Я не знаю, что это близко к слизистым прикрасам, потому что у вас реснички свежут. После процедуры приподняты, чтобы, знаете, они просто не опускались в этот пучок. Может, прям таким же образом быть приподнят. что-то временно чудовище получается. Нормально у вас? Ну вообще нет уже. А сколько нам еще? Ну, 07 максимум. На губы что бы хотелось? А для того, что больше увлажнение хочется или... Нет, карандаш какой-нибудь матовый. Если будет слишком сухой, то значит, туда что-нибудь добавить. Угу. Ну вот такого же цвета, как на фотографии. нюдовый такой коричневый кирпичный поэтому вот это да матирующих то что вы говорили как пудра матирующая фото вспышки яркие вот эта зона будет выглядеть просто ворхотистое на спинку не усваиваетесь и она просто каусте мотает не естественно он розовый? он розовый точно не будет? я добавлю еще поверх кусти такой коричневатый тон мне кажется его вообще не видно сейчас мы сделаем подождите кинальный что-то как растерялось так так сейчас по краснецам да мне кажется это нормально так в целом можете вам углавную от маленькой зеркало или сюда поближе посмотрите на себя мне не хватает румян и контуринга да и нос и брови здесь сюда пошла бровь а здесь чуть-чуть либо не дотянула короче по-разному они смотрятся вот здесь она идёт сюда вот здесь она идёт сюда а здесь она идёт сюда это чуть-чуть опустили нет? все да мы закончили? да давайте давайте все спасибо мне единственное начало брови мне очень нравится похоже на ленивцу на что похоже? ну такой зверь, знаете, ленивец есть с такими бровями то есть мне кажется что нужно было чуть либо повыше либо как-то как будто здесь неаккуратно кажется ну давайте сделаем чуть-чуть да уже по времени просто вот и губки хотела больше такие более графичные, наверное, как на фотографии они лёгкие то есть они сейчас выглядят как мои просто натуральные то есть что как бы накрашено, что не накрашено мне очень нравится то есть если губы накрашены, они накрашены фатарти макияж достаточно хороший ну что, друзья, собственно вот такой вот макияж получился изначально визажист спросила про время достаточно ли у меня я сказала, что а сколько займет макияж, собственно она сказала, что около часа я сказала, что час, час двадцать у нас есть то есть это как бы ок в итоге макияж мне делали без пяти минут два часа вы представляете, два часа мне делали вот этот макияж при том, что вопросов я задавала не больше чем мог бы задать среднестатистический клиент даже не то, чтобы я вопросы задавала а больше визажист задавала мне какие-то уточняющие вопросы куда направить стрелку, как вот это сделать, как то сделать и вот это вот всё то есть вопросы больше шли от визажиста какие у меня будут украшения, какое у меня будет платье какой у меня будет наряд, куда я иду, что это за мероприятие что там будет происходить и вот это вот всё Сейчас я вам покажу мальчика, который пришёл ко мне оценить макияж. Ну что, ты выдержала бы два часа сидеть на макияже? А? Малыш! Это Ронни. Это мой пёс. Он очень любит помаду. Каждый раз, когда я прихожу, он начинает слизывать. Сейчас, кстати говоря, помаду он даже и не стремится. Вот я сейчас на себя смотрю, и я ещё там это тоже видела. Я очень рыжая. То есть цвет вот этот вот ржавый, да, от Герленд, такая вот палетка из терракота. Терракот, по-моему, так называется, или терракот, вот что-то из такого формата. Я её когда-то хотела купить, а потом подумала, что она слишком рыжая. То есть даже в те моменты, когда я максимально загорелая, я, в общем-то, короче, думаю, что это всё равно ненормально. Вот я прям оранжевая, я на себе вижу вот этот цвет, и всё, и я не могу от него никак избавиться. Визажист изначально нанесла мне тональный крем тонким слоем, и как она объяснила, будет ещё несколько слоёв, там коррекция и так далее, и сухая коррекция тоже, соответственно, она не хотела перегружать лицо. Это как бы окей, но оказалось, что коррекцию кремовую она делать не собиралась. То есть она имела в виду сухую коррекцию, которой, естественно, недостаточно. То есть вот посмотрите на меня, при том, что визажист уже добавила с моими комментариями, собственно, немного румяна. Вот здесь мне не хватает румяна и нормальной коррекции лица. Вот что мне не хватает. Что касается бровей, она подправила. То есть здесь был такой, знаете, вот прям хороший кончик, а здесь он был недоработан. И сейчас здесь ок, а вот здесь мне кажется, что как будто бы вот грязно. Напишите в комментариях, что с бровями вот здесь вот можно было бы, наверное, сделать как-то аккуратнее, а то они как две тучки, и мне это не очень нравится на самом деле. Теперь что касается ресничек. Сделали пучки вот сюда, вот на уголочке. И все. То есть с этими ресничками, мне кажется, что очень хорошо смотрится макияж. Насчет губ, смотрите, то есть я хотела карандаш на такую технику, как на референсе, да, то есть чтобы карандашом красиво вот так вот все было прокрашено. Сейчас ощущение, я не пила, не ела. То есть пока я доехала до дома, у меня прошло 10 минут. То есть и макияж губ выглядит так, как будто бы я ела какой-то стейк там, очень аппетитно. И как будто бы он либо, не знаю, стерся, либо его не докрасили, либо как будто я с ним уже весь день походила, ну, макияж губ. Мне кажется, что все-таки губы лучше прорабатывать как-то вот более точечно, что ли, потому что, ну, губы это тоже такая вот важная вещь в макияже, даже если они нюдовые. Потому что я заметила, что многие е-мастера думают, что если губы нюдовые, можно одними не париться и просто как бы чуть-чуть вот так вот кисточкой повозюкать и все. Но нет, то есть нюдовый макияж, он тоже под собой подразумевает хорошее, красивое там нанесение каких-то средств. Я пока сидела в салоне, там сверлили, получается, стену. И от этого просто ужаснейший шум, голова болит до невозможности. Ну, то есть прям стена, которая рядом с нами. Я не представляю просто, как там можно сидеть очень долго при таком шуме. Голова ужасно болит. Теперь, что касается глаз и стрелочек. Вот это вот место очень хорошо, красиво, так аккуратненько проработано, согласитесь? То есть вот это вот все. Здесь стрелочки тоже классно вот выведены, такие вот двойные, прям как на фотографии. Действительно, здесь тоже сюда направление идет. Единственное, мне кажется, что тени не слишком насыщены, да? То есть можно было бы еще насытить тенями, собственно, глаза. Но уже классно. Реснички прокрашены. Но мне кажется, что можно было бы их чуть-чуть сильнее прокрасить, а то как будто бы тушь не легла. Но здесь, я так подозреваю, делаю, может быть, в кисти, может быть, в том, что тушь немножко была подсохшая. Но тоже такой вопрос, да? Как бы все отлично вроде бы. Но при этом стрелочки красиво-то накрасила, но накрасил визажист при помощи подводки фломастера. То есть насчет гигиены как бы не особо была такая вот уж прям запара. Тушь тоже. Она взяла кисть, начала сначала неродной кистью наносить мне. Я подумала, о, классно, хотя бы тушь будет как бы нормально, да, нанесена. Но нет, потом все равно визажист начала этой кистью из тюбика наносить мне тушь. То есть по гигиене как бы это не ок. И я видела такой комментарий, когда читала последний раз, какой-то визажист мне, значит, написал. Я могу издалека определить, конъюнктивит есть у клиента. Клиент болен или не болен, что необязательно там какие-то предметы мыть, как-то соблюдать какую-то элементарную чистоту. Я здесь абсолютно не согласна. То есть врачи, чтобы врачам определить какой-то диагноз, там, какое-то заболевание или еще что-то, им требуется. Там 100-500 справок, каких-то анализов, еще вот этого всего. А визажист, не имеющий вообще абсолютно никакого не медицинского образования, ничего, может на глаз сразу определить, болен человек, не болен. Носит он заразу в себе или не носит. Ну, просто какие-то чудеса, на самом деле. Может быть, если визажист с такими умениями, ему, наверное, самое место там работать именно, где лечат людей. Я такая думаю, да. Все-таки гигиена, это очень важно. То есть ее нельзя списывать со счетов, потому что это здоровье прежде всего. То есть все должно быть чистенько, аккуратненько. Теперь, что касается в целом всего макияжа, да, я вот так вот на себя смотрю, все-таки мне не хватает... Первое, это контуринга. Второе, это хорошие гигиены. То есть действительно нужны одноразовые щеточки, нужны там... Какая-то часть продуктов была нанесена через там палитру, через шпатель, там, что-то вот это, да. Но все-таки лучше, чтобы все было гигиенично, все было чистенько. И, знаете, сегодня я сидела такая на макияже и думаю, вот не буду вообще ничего не комментировать, ни какие-то свои пожелания высказывать визажисту, потому что она сама предложила, собственно, этот макияж в салон, прислала фотографию и думаю, посмотрим, что из этого выйдет. Не буду подгонять ни по времени, ни каким образом. То есть просто сижу и получаю, собственно, услугу. И что тут выходит? Во-первых, задержали меня, получается, на полчаса. Это крайне неприятно, потому что есть определенные планы, да. Там никому не хочется сидеть там на макияже 2-3 часа. Но давайте быть честными, как бы за 2-3 часа ты уже проголодаешься, уже весь мир проклянешь. И сидеть какой бы удобный стул ни был, не хочется. И следить за временем, это все-таки работа мастера. Почему? Потому что мастер сам знает, что у него получается быстрее, что получается дольше и так далее. То есть он сам в состоянии это все контролировать, и это в его, скажем так, контроле находится. Соответственно, если я, допустим, как клиент, вот вы сидите и думаете, ага, я успею или не успею, вы начинайте подгонять мастера. Это не совсем правильно. То есть если вы изначально с мастером обсудили тайминг, то этот тайминг должен быть соблюден. Это первое. И что касается вот этих вот всех комментариев, я подумала, не буду ничего говорить визажисту. Тут посмотрим вообще, в принципе, какой в итоге макияж действительно получится без подсказок. В итоге визажист у меня сама спросила обратную связь, что именно в макияже нравится и не нравится. То есть чтобы я поделилась своим мнением с ней. И я так подозреваю, что это было сделано для того, чтобы она сделала какие-то выводы. Это просто огромный плюс. Так что, друзья, пишите внизу в комментариях, как вы считаете, когда вас задерживают там на полчаса, нормально ли это для вас, ненормально. Потому что, например, ну для меня это ненормально. Потому что полчаса это дофига. Там 5, 10, 15 минут это еще ок. Но полчаса это слишком много. Про гигиену я уже вообще молчу, потому что очень редко сейчас можно где встретить, чтобы действительно за гигиену как-то, я не знаю, люди парились. Я вообще сейчас вижу, знаете, такую тенденцию, что просто оказать услугу уже недостаточно. То есть чтобы отстроиться от конкурентов и вообще в принципе, да. То есть гигиена это база такая, которую, ну блин, все-таки нужно соблюдать. А в целом макияж достаточно классный. Согласитесь? Так что обязательно пишите свое мнение внизу в комментариях. Как вы смотрите на то, что вас задерживают, не задерживают. Как вам больше нравится, когда я даю обратную связь визажистам. Подсказываю им, как сделать макияж, там как будет лучше и так далее. Либо когда я просто как сегодня, допустим, молчу и вообще ничего не говорю. И мы потом по итогу смотрим, что получается или не получается вовсе. Потому что я, например, по настроению. Иногда мне действительно хочется, чтобы был хороший макияж, потому что дальше у меня какое-то важное там событие. И я не хочу идти с какой-нибудь какашкой. А иногда действительно я уже не хочу там говорить, ой, а вот это вот так нужно, вот это вот так, вот это вот это, вот это. Потому что все-таки давайте разделять. Как бы работа визажиста остается работой. И визажиста работа администратора, это его работа. Клиент пришел получить услугу. Все. Всем удачи. И всем пока-пока. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Ссылка в описании. Там вы найдете больше обсуждений и много всего интересного.